План по отправке новобранцев в Рязанской области почти выполнен на 100%. Ребята будут служить в основном в Западном и Южном федеральном округе. Этот призыв показал, что все нормально, ребята в армию идут. Ну, охотно-неохотно, здесь вопрос такой риторический, потому что в любом случае это изменение жизненных устоев. Вчера это была сессия, был студент с таким графиком, свободным графиком. Сейчас это воинский коллектив со своими устоями, с интенсивной боевой подготовкой. Ну, конечно же, это многих настораживает, но в основном, конечно, идут, потому что понимают, что армия нужна. Сборный пункт. Стартовая точка. Как говорится в известном ролике, Минобороны твоей новой жизни. Именно здесь новобранец получает первое звание – личный жетон и военный камуфляж. Куда ему ехать, по сути, решают в медкомиссии. Именно врачи назначают так называемую категорию годности. Здесь же, на сборном пункте, парни проходят специальный психологический тест. На сборном пункте Рязанской области происходит непосредственно тестирование для определения уровня нервно-психической устойчивости призывников. То есть, способность их в дальнейшем реагировать на какие-то неожиданные изменения обстановки. Он влияет на то, в какие войска в дальнейшем попадет призывник. Если у него высокий уровень нервно-психической устойчивости, он способен преодолевать какие-то препятствия, то, соответственно, он попадает в более элитные войска. После прохождения специальной медицинской комиссии и психологического отбора призывников отправляют на сбор биометрических данных. Через вот этот специальный аппарат в базу данных вносят отпечатки пальцев и рук. Я из Сосовского района. Пришла повестка, прошел комиссию. Приехали сегодня проходить тесты, медкомиссию. Будет известно, в какие войска я попаду. Хотелось бы, чтобы я попал, наверное, поближе к дому. Родители отреагировали. Да хорошо они отреагировали. Все переживают. Когда человек занят, он будет пролетать незаметно. Весеннюю призывную кампанию называют одной из самых тревожных не только для новобранцев, но и для их родителей. По словам военного комиссара по Рязанской области Олега Серкеза, опасения напрасны. Срочников на спецоперацию не отправляют. Военнослужащих по призыву категорически нет. Верховный Главкланович неоднократно говорил и приказ министра обороны. Поэтому наши парни с Рязанской области, ушедшие по призыву, не поедут. Существовал такой смешанный принцип комплектования, где в одном подразделении проходили службу военнослужащие, находящиеся на должностях по контракту, на сержантских и солдатских должностях, и военнослужащие по призыву. Они оттуда изъяты военнослужащие по призыву. И сейчас военный комиссариат проводит работу с гражданами, пребывающими в запасе, по комплектованию таких подразделений теми гражданами, которые изъявили желание добровольно участвовать в специальной военной операции. Вот их мы тоже ждем к нам в военкомат. Пойти служить по контракту вместо срочной службы призывник может только после подписания двухлетнего контракта. И только после учебки. Такие, кстати, тоже есть, говорят в военкомате. Весенний призыв в Рязанской области на финишный прямой. Завтра из региона отправят служить сотню человек. Последнюю в этой компании. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».